Огромный притос, на связи Вадим Ост, сейчас я тебе расскажу, как же получить мифики бесплатно, очень много способов, актуально еще 53 дня и некоторые будут актуальны вообще всю игру, скорее всего. Поэтому видео полезно и новичку, и средничку, и профессионалу, смотри вот до конца, я постараюсь максимально коротко, подробно, понятно рассказать, где получить, за что и почему. Желаю тебе приятного просмотра, а мы полетели, погнали! Итак, самый, давай начнем с самого простого, это у нас открыть каталог, да, полистать чуть-чуть вниз, найти Мэри Мондо Бандл, такой, конечно, жесткий, а вот самый такой нормальный 500 сишинок и 100 печенек. Если ты не собираешься брать 50 супер смузи, то для тебя этот вариант вообще идеалыч. Я бы тоже взял, но мне, в принципе, за 15-й, как бы, еще подарочек тоже это все дадут. Кстати говоря, 15-й подарок нам дает, собственно, мифики, это 100% вроде как было в этом году. Еще есть момент, в общем, я, скорее всего, скоро вычислю какие-то награды и обязательно сниму тебе в этом видосик, если награды уже стоят, потому что пока что его никак не открыть. Скорее всего, через неделю, через неделю можно будет взять квест на его получение, собственно. Дальше, дружище, если тебе повезет, то с каким-то волшебным методом отсюда выпадет мифическое яйцо, да? То есть, да, с этих носков, с маленьким, конечно, шансом может это дело выпасть. Дальше, вот у нас коричневый медведь, да, и буквально, получается, каждые квесты 100 штук, получается, дает тебе мифик яичко, да? Но вот на 300-м квесте он тебе дает не мифик яичко, а скинка боди, получается, бронка боди скин, который у нас вот здесь, смотри, настройки, да? Опенка боди консоль, и вот бронка боди, да? Дальше, у нас есть целая цепочка квестов Сильвер, Голден и Даймонд Тек и Старжелейка у вот этого Блэкбира. Если у тебя сейчас, как бы, было на Старжелейку, то у тебя пойдет уже, получается, на мифик. Смотри, квест на мифик называется у нас самый первый Бамбук Буги 2. Вот, Бамбук Бугало. И там нужно будет собрать 30 миллионов пыльцы на бамбуке. Это уже первый квест будет на мифике, то есть ты его знаешь, что вот такой у тебя квест. А если у тебя на Старжелейку был последний, допустим, или первый, то там Хайт Альтитут будет. Ну, допустим, там написано будет собрать 500 тысяч на Клевере и 750 тысяч на Мутанте, вот. Это был первый квест на Старжелейку. Ну вот. А последнее, если что, Старжелейку, после которого идет мифик, у нас, получается, называется Be A Star. Вот. Так что вот так вот. Найдешь 100%, даже если у тебя русский стоит. Но лучше ставить английский, чтобы было намного круче играть. Вот. Дальше. У нас еще есть метод такой интересный, подозрительный, но все же такой тоже, так скажем, сомнительный. Но вдруг здесь тоже вроде как может выпасть мифик. Я вроде снимал об этом виночке, но вот если что, да. Давай, кстати, откроем. Меня сейчас, наверное, на розу закинут Гильдинг Старж. Да. Кактус? Нифига. Ты прикинь, кактус. Такое бывает. Удивлен, удивлен. На кактусе даже я могу пофармить, на самом-то деле. У меня чисто все отдыхало, поэтому вот сегодня без бустов. Ну, неожиданно, конечно, она как-то свипала. Так, смотри дальше. А с этого плентер, он тоже может сейчас выпасть мифик, получается. Серьезно, да, шанс маленький, ну может. Даже фестивбинный Стар Печенька. Так, Хонисаклы сейчас с тобой получим. 8 таймов юзну. И давай смотрим, сколько нам дают Хонисаклов. Ух тышка. Нам дали уже 11 Хонисаклов, нормально. Кстати, еще 12 подарок. Вот я его открывал уже. Смотри, видосик у меня там есть в подсказках, или где он будет. Там тоже дается мифик и яичко уже. Это надо всего лишь выполнить 12 квестов. К сожалению, пока бибер не считается, вроде как. Ну, если что, поправь. Вот, если что, биберквест. Тут осталось-то чуть-чуть, на самом-то деле. Поэтому, вот. Дальше у нас можно еще мифик получить, собственно говоря. Правда, одаренный это вот здесь. Вот, с пака за 4500. Ну, по факту это мифик, правильно-правильно. Дальше у нас еще есть такой метод. Пока я давай буду открывать мой маримат, расскажу. Знаешь же, у нас команда Чику. Так вот, там, получается, это все тоже можно сделать. Поэтому, что команда Чика, он почему-то так решил, что за 50 его келяни, ты будешь, собственно говоря, получать вот это все дело. Такой вот добрый, собственно говоря, у нас командыч. Вау, интересно, конечно, тут были награды. Вот, видишь, вот этот вот чик. Чтобы открыть, тебе нужно, смотри, всего лишь очень маленькое действие выполнить. Это зайти в нубский магазин, вот это, да. И самое главное, вот эти вот ножницы, один день, вот эти ножницы. И подойти, нажать на его, к этим, получается, кустам. У тебя там будут кусты, если не открыты. И все, ты сможешь получать, собственно говоря, получать это все дело. Дальше, сейчас расскажу, с каких мобов может выпасть мифик яйцо. Поехали. Итак, как мы знаем, что она может выпасть, пока что не мифик, но тоже крутое, с туннельного медведя старое яйцо. Да, реально падало кому-то, так что вот. И мне это показывали, так что это по-настоящему возможно, ребят. Причем, кому-то даже по два раза падало с него старое яйцо. Старое яйцо это, считай, своего рода мифик, потому что он дает тебе ту одаренку, которую у тебя нету. Поэтому его лучше использовать, когда у тебя уже очень много одаренок, и выпадают только уже в основном повторки. Вот смотри, сейчас мы его килем, вдруг нам с тобой на видосике-то что-то вообще жестко произойдет. Он еще может, конечно, дать гифт сильвер, гифт от голд, гифт от даймон, так, но... Он нам сегодня дал magic bean и gingerbread. Неплохо, неплохо. Так, дальше. Я тебе еще расскажу, какие крутые яйца можно получить, знаешь, с кого? Вот ты тоже не думал, да, улиточ? Ну, может быть, и думал, но он может дать тебе только... Ну, ты офигеешь. Гифт от сильвер, голд, даймонд и даймонд ор мифик эк. Да, то есть тебе, улитка, тоже может дать мифическое яйцо. Да, серьезно? Там, конечно, шансы, понятно, что небольшие. Это же все-таки у нас игра не как поэтах, что шансы на все большие, но... Тут, тут это вполне возможно, если это выпадет, то считай, тебе очень повезло, и ты будешь приятно удивлен, я так думал. Так, грибочек у нас забыл про него. Ну, ничего. Через сколько, кстати, улитка, давай проверим с тобой? Оу, через сутки будет уже. Так, ну что, в принципе, по-моему, я все методы рассказал. Сейчас еще проверю, которые примерно знаю, где может быть. И тебе точно скажу тогда дальше. Пока что, поставь лайк, пожалуйста. Удивишься, но, но, есть такой шанс, что тебе с жука может выпать яичко. Мне пыталось сюда и сильвер, и голден, и даймонд. Но, оказывается, он может дать даже старое яйцо, как написано в Википедии. Если это написано, значит, это значит, в шансах имеется. Либо это значит, кому-то падало. Поэтому, фигеть, конечно. Ну, давай посмотрим, что оно выпало. Медведь, круто. Ну, по факту, дружище, еще есть у нас самый такой интересный 15-й подарок. Ведь у нас, это вообще должен был быть 14-й, но из-за того, что нам добавили вон тот подарочек новый, вон тот, да? Когда обновь вышла, у меня был, он не открытый. Вот его добавили, да? У нас немножечко все изменилось, поэтому вместо 15-го теперь 14-й подарок. Ну, за 13-й ты уже знаешь, что дают, я тебе это снимал. За 14-й, который теперь 15-й, я тебе расскажу, скорее всего, скоро, что там дадут за него. Думаю, ты офигеешь. Ну, там точно уже Х2, яйца будут, и в том числе мифик. Поэтому, вот, в том году так было точно. Ну, что ж, вроде как и все я тебе рассказал. Как говорится, коротенько, понятненько, как все, любите, друзья. А, ребят, да, я чуть не забыл, слушайте, концовку хотел делать. С вот этого нашего шторма, вот видишь, как оно, вот этот вот мифик шторм, да? С него может выпасть. Смотри, что, офигеть. Стар Эк, Экс, очень-очень рарный. Потом, Стар Трид, экстремально рарный. Мификайт, экстремально рарный. Супер Смузи, очень рарный. Таймон Тек, очень рарный. Атомик Трид, очень рарный. Стар Желека, рарная. Пурпл Поушен, рарная. Кстати, мне выпал Пурпл Поушен вчера. Так что, нормально, повезло. Ну и там, в общем, самое, что еще такое есть, это у нас, знаешь, что? Ты же знаешь, Росточки, правильно? Суприм Спраут есть. И знаешь, что? Раз он называется Супримом, то, по идее, с него должно же выпадать, верно? Так вот. Сейчас мы это с тобой точно проверим. Если это с него падает, то это, прикинь, как круто. Итак, друзья. Если нас, сам знаешь, Суприм Спраут, с него падают дэмонт яйца, по-моему, 100%. Ну, как? Ну как, они падают, да? Не факт, что 100% будет, но падает. Еще есть дэмонт, тоже у нас там падают яйца. Суприм Спраут, не знаю, падает мифик, нет, не буду говорить, но дэмонт точно падает, я там собирал. Потому что то, что собирал, можно говорить. На вики ничего об этом нету, но я тебе рассказал по Бэрику 8 минуток твоего времени, зато ты очень много его знал, пора вот это все дело. Смотри, давай проверим, что Кокосового Краба вдруг он нам тоже что-то дропает жестко. А то, что писали, писали, что типа с Кокосового Краба мне дропнуло что-то жесткое. Сейчас узнаем с тобой, поэтому окей. Да, вы офигеете, там можно выбить супер смузи и старпеченьку. Оказывается, еще дэмонт эк, рарный мифик эк, гифтэд дэмонт эк и гифтэд голлт эк. Так что Краб тоже могу ожидать вам за супер жесткие резы. Ну что же, еще не забываем про мэмори матч. Тут бывают старпеченьки, да, и бывают, собственно говоря, сами удивитесь, старпеченьки, ну, яйца, да, дэмонт было у меня тут. У меня даже где-то скриншот есть, я могу вам его, конечно же, найти, вставить. Поэтому с вас лайк за такой контент. Ну все, собственно, вроде как видосик вам понравился. Надеюсь, пиши, если что, в комментарии, постарался интересно рассказать и, собственно говоря, показать. Ничего не забыл, вроде, пиши в комментарии, что до кого. С тобой был Феникс, благодарю за просмотр, увидимся в новом видео и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok